Бенедорм и Аликанте, Кальпы и Дения, Ариуэла Коста и Алтея. Все это города Коста-Бланки. Но самый известный я, очевидно, не назвал. Во время съемок наша штаб-квартира находилась именно здесь. Название, которое на слуху – Терревьеха. Саш, ну о Терревьехе в разные времена говорили разные и не всегда хорошие. В каком состоянии сейчас находится город с точки зрения тебя, как продавца недвижимости? Город на подъеме, как экономически. Больше стало людей. Поменялся контингент, который здесь ранее проживал. Сейчас в Терревьехе 72 национальности. Выходцы из Северной Европы, приехав сюда, принесли свою культуру. Стало более чисто на улицах, более культурно, более спокойно в городе. Но здесь по-прежнему есть варианты дешевле ста тысяч, а то и дешевле восьмидесяти. Этим Терревьеха отличается от сей Коста-Бланка, от тем, что здесь можно приобрести недвижимость. Допустим, квартиру, две спальни с одной ванной, сто метров от моря можно купить за шестидесят тысяч, семьдесят. Причем, если это будет комплекс с бассейном, с детской площадкой, с какой-то волейбольной площадкой, рядом будет супермаркет, бары, рестораны, но может быть на десятку дороже. Семьдесят пять, ну восемьдесят будет стоить. Низкая цена, она же не получается просто так. Значит, есть какие-то моменты, которые ее определяют. Определяют, знаешь, что определяют? Определяют еще много свободных земель. За счет этого идет большое количество строек. Соответственно, спрос и предложение в каком-то балансе находятся. Например, в других городах, таких как Кальпа, как город, прижат горами, строить дальше некуда. И все, что какой маленький участок земли появляется, соответственно, сразу эта стоимость поднимается. То есть, скажем так, здесь недвижимость не в дефиците, по крайней мере, в перспективе нескольких лет. Избытка, конечно, нету, скажу сразу, потому что строительная компания строит недвижимость еще в бетоне или на красном кирпиче без заделочных работ практически все продано. Поэтому спрос чуть-чуть обгоняет предложение. Предложение, но не так драматически, как в других местах. Да, да. Ну вот, например, смотри. Дом один, здесь квартира двухкомнатная стоит 55-60 тысяч. Вот дом второй, здесь двухкомнатная квартира стоит 70-75 тысяч. Разница практически в 20 тысяч, но, а визуально они одинаковые. Знаете почему? Потому что здесь есть бассейн, зеленая зона, детские площадки, комплексы закрытого типа. А это просто дом с одним подъездом. Если мы говорим о престижной Теревьехе, вообще эти слова совместимы в одном предложении? Когда Теревьеха срослась с Орелла Костой, превратившись в один большой город, престижность, наверное, появилась. Объясню почему. Потому что Орелла Коста – это премиум класса недвижимости, это премиум класса город, это высокий уровень, скажем так, технического вооружения, солнечные батареи, много фонарей, хорошие парковки, широкие улицы и прочее. То есть стройка 21 века такая? Да, сегодня там уже строят такие комплексы, которые похожи на пятизвездочные отели. А вот сама Теревьеха в своих старых границах, на твой взгляд, сегодня кому она в первую очередь интересна и для какой цели здесь покупать недвижимость? Сюда приезжают пенсионеры немцы, очень хорошо покупают сейчас у нас, приезжают покупать наши славяне. Потом шведы и норвеги покупают подальше от моря, Теревьеха близко у моря находится, они любят 5-6 километров от моря. Вот стандартный классический образец недвижимости в Теревьехе – это квартира 50-60, может быть, 70 квадратов, соответственно 60-70-80 тысяч. Да, абсолютно верно. За один квадратный метр в среднем цена в Теревьехе – 1000 евро. Поэтому в плюс-минус можно посчитать, если узнаете стоимость недвижимости условно 75, значит 75 квадратных метров. Плюс-минус, я ошибаюсь, потому что квартира с ремонтом всегда дороже – 1200-1300 за квадратный метр. И еще один объект в Теревьехе мы бы хотели показать. В одной из серий проектов вы уже видели это бунгало. Отличный пример. Вот в Теревьехе, например, до 100 тысяч если недвижимость покупать, то вот это бунгало, которое мы сегодня с вами смотрим, это как раз бунгало, которое стоит 89-800, до 90 тысяч даже. Такого же образца, более-менее в хорошем состоянии, в среднем цена 75-80 тысяч. А почему это дороже? Потому что совсем хороший ремонт и комплектация хорошего этого бунгала. Как далеко здесь до моря, до магазинов? До моря отсюда 800 метров. Замеряли специально, когда покупали. До магазина метров 400, до остановки автобуса метров 300. Собственный бассейн красивый, теннисные корты собственные. Вся инфраструктура в пешей доступности. Пару слов, наверное, стоит сказать и про инфраструктуру конкретного комплекса. Весьма бюджетный пример даже по масштабам Теревьехи. Все для людей. Содержание данного красивого комплекса стоит для собственников всего лишь 15 евро в месяц. Они платят за весь комплекс, за уборку, за свет. Все недорого. Пенсионеры могут себе позволить. То есть все дополнительные расходы связаны с обслуживанием общих территорий и общих мест? Свет, вода и коммунидат. Коммунидат это и есть вот эти 15 евро в месяц. Ну а в заключении посмотрите кадры, снятые нами в парке наций в Теревьехе. Живое доказательство развития города. А я пока анонсирую следующую серию. Отсюда мы отправляемся в Ориуэлла Косту. Субтитры создавал DimaTorzok